Здравствуйте! На этом видео мы посмотрим, как настроить онлайн продажи в UDS, как настроить интернет-магазин или, если это ресторанный бизнес, как настроить сайт для доставки. Вся эта настройка начинается с прайса. Переходим в соответствующий пункт меню. Здесь уже у нас есть какие-то товары. Мы их ранее добавляли. Добавляем категорию. В первую очередь, например, так как у нас для примера магазин обуви, добавляем новую категорию кеды. У нас создалась новая категория. Переходим в нее и добавляем товар через кнопку плюсик. Добавляем какие-то кеды, пишем название товара. Пишем его описание. Стоимость. Указываем стоимость. Также здесь можно пометить то, что товар акционный. Если мы помечаем, что товар акционный, то на него нельзя будет списать бонусы. Также по акционному товару не начисляются бонусные баллы. Здесь указывается, если товар акционный, то указывается также рядом и его акционная цена. Но ставим этот товар обычно. Также здесь можно добавить различные варианты. Вариантами в данном случае у нас являются размеры обуви. Вариант, например, размер 40, 39, 40 и еще добавим один из вариантов 41. И соответственно для каждого варианта мы пишем одинаковую стоимость. То есть вариантами могут быть различные дополнительные какие-то параметры товара. Это размер. Если это цветочный магазин, то может быть в одном букете какие-то различные варианты добавок в этот букет цветов. И тогда цена будет меняться в зависимости от варианта. Но в нашем случае, как в магазине одежды, у нас вариантом является это размер одежды. В нашем случае размер обуви. Поэтому цена везде одинаковая. Мы всего лишь пишем в качестве варианта. Это размер обуви. И загружаем картинку товара. Картинок можно загружать несколько к одному товару. Сохраняем данный товар. Вот он у нас появился в прейскуранте. Здесь мы можем задать количество этого товара. Количество указывается для каждого варианта. Если данное количество закончилось, то соответственно товар будет помечен как закончился. И в дальнейшем можно будет снова изменить количество. Если придет новая поставка товара, можно будет изменить количество и добавить его здесь. Также по каждому товару можно просмотреть QR-код. Например, у вас есть электронное меню, то можно на целый прайс сделать QR-код. Это мы посмотрим позже, где это делается. Либо сделать QR-код для конкретного товара. Когда клиент сосканирует этот QR-код, у него откроется страница в интернете с этим товаром, где он сможет его заказать сразу же. Или для ресторанов можно сделать QR-код на все меню. И это будет электронное меню ресторана. И тогда, сосканировав этот код, клиент сможет себе посмотреть, какие блюда он хочет заказать. Также здесь такая есть возможность. Можно изменить название прайс. То есть, если у вас, например, больше подходит название каталог, меню для ресторана, например, или услуги для салонов красоты, то вы это название можете поменять, и это название будет отображаться в мобильном приложении. То есть, вместо названия прайс будет написано, например, меню. Так, заполнили прайс. Переходим к следующему шагу. Это к пункту меню настройки. Все настройки интернет-магазина у нас находятся в пункте заказы. Переходим в него. Здесь в первую очередь нажимаем кнопку «Принимать заказы через UDS». Здесь указываются параметры, доступен ли в магазине самовывоз. Если доступен, то, соответственно, этот пункт меню должен быть включен. «Доступна ли доставка?» Если есть, то также включаем доставку. Здесь указываем параметры доставки. То есть, указываем минимальную сумму доставки, то есть, какой суммы у вас доступна доставка. То есть, если клиент написал, покупает, например, на 1000 рублей, то он не может выбрать доставку. Только может выбрать самовывоз. Если покупает от 2000 рублей в данном случае, то, соответственно, доступна доставка, и клиент может выбрать этот пункт. Можно не указывать это поле, оно не обязательно, если у вас с любой суммы доступна доставка. Ну, уберем это значение для того, чтобы для каждой суммы у нас была доступна доставка. Здесь указывается бесплатная доставка при заказе от. То есть, если клиент заказал, например, на 6000 рублей, то у него будет бесплатная доставка. Если клиент заказал менее, чем на 5000 рублей, то доставка будет платная. Если доставка будет платная, то здесь можно указать варианты доставки. То есть, стоимость доставки. То есть, я здесь указал три параметра. Это до центра 100 рублей стоит доставка в городе, до окраины города 200 рублей. И если по стране доставка с ДЭКом, например, то, соответственно, угадал 350 рублей. Эта доставка, стоимость этой доставки также будет указана в интернет-магазине, когда клиент будет делать заказ. Этих вариантов можно добавлять множество различных. Нажимаем кнопку «Сохранить». Здесь можно подключить онлайн-оплату. Но онлайн-оплата пока доступна только на территории России. Это для того, чтобы клиент при заказе сразу же мог оплатить картой. И даже доступна оплата картой с помощью Apple Pay или Google Pay. Можно сказать, оплата в одно касание. Для подключения к World Payments онлайн-оплаты. Здесь необходимо заполнить анкету, скачать анкету, ее заполнить, прикрепить файл. В виде редактируемого файла и также в формате PDF. Эта анкета отправляется и в течение нескольких дней подключается онлайн-оплата к интернет-магазину. И клиент уже может оплачивать сразу же с картой, когда он совершает заказ. Также здесь можно настроить произвольные типы оплат. Например, если у вас есть какие-то другие типы оплат, то вы можете их указать здесь. Эти значения вводятся произвольно. Вы можете указать все, что угодно. Вводим название. Нажимаем кнопку «Добавить». Нажимаем кнопку «Добавить». То есть, когда клиент будет делать заказ в интернет-магазине, он в том числе будет видеть и другие виды оплат. Ну, допустим, что у вас доступен вид оплат с помощью платежной системы PayPal. То есть, клиент, если выбрал PayPal, вы увидите это в заказах, что клиент выбрал данный способ оплаты. И выставите ему счет. То есть, отправите ему счет на оплату в виде WhatsApp-сообщения, либо в виде SMS, либо на e-mail. Отправите счет, который он оплатит. Здесь можно также указать комментарии к заказу. То есть, у клиента будет при совершении заказа возможность оставить комментарий. И вы можете здесь написать рекомендации клиенту, что желательно написать в комментариях. Ну, например, в нашем случае здесь написано, когда удобно доставить заказ, чтобы клиент в комментарии писал, к какому времени ему доставить. Настраиваем оповещение заказов. Оповещение заказов на e-mail. Нажимаем кнопку «Настроить». И здесь указывается e-mail, на который будет приходить заказ, когда клиент его отправит. Когда клиент его сделает. Указывается время. E-mail. E-mail, на который будут приходить заказы. В том числе можно настроить оповещение заказов и в Telegram. То есть, есть Telegram-бот. Ссылку на него мы приложим к этому видео. И в том числе на Telegram-бот. И в том числе оповещение о заказах приходит в мобильное приложение UDS Admin. Мы его рассмотрим чуть позже. То есть, это мобильное приложение администратора. И туда также приходят заказы и оповещения. Можно настроить время приема заказов. Это актуально, например, для ресторанов, у которых есть ограниченное время приема заказа. Ну, например, они там после 10 ночи уже не принимают заказы. И это время можно настроить, чтобы клиент не совершил заказ и не ожидал его в то время, когда бизнес не работает. Когда, например, ресторан уже не работает. Поэтому можно указать время приема заказа. И, соответственно, клиент будет видеть, что в это время, уже в позднее, он не может совершить заказ. Или еще в это время, возможно, совершить заказ. После совершения этих настроек, в принципе, мы уже можем пользоваться интернет-магазином. Для того, чтобы посмотреть адрес интернет-магазина, мы переходим во вкладку также настройки в веб-версии. Здесь мы можем изменить имя нашего магазина. В данном случае у нас UDS Shoes.UDS Up. Его можно изменить в любой момент. И, соответственно, у нас от этого появляются две ссылки интернет-магазина. Я выберу ту ссылку, в которой сразу переходит в каталог. То есть на информацию сразу переходит на весь каталог интернет-магазина. Нажимаем по этой ссылке. Вот наш интернет-магазин, и мы можем сделать в нем заказы. Здесь видно количество бонусов у клиента. Можно посмотреть условия бонусной программы, если нажать. Мы здесь видим то, что у данного клиента статус серебряный. И он может перейти на статус золотой, если совершит определенное количество покупок, либо же сделает определенное количество рекомендаций. Также здесь написаны и другие условия бонусной программы. Здесь можно посмотреть, какие заказы данный клиент уже делал. То есть сделал я как клиент. Обратно возвращаемся в Price. И это, кстати, такая компьютерная версия интернет-магазина, веб-версия. Также в том числе интернет-магазин автоматически сразу появляется и в мобильном приложении. И мы тоже сделаем заказ и через интернет-магазин на компьютере, и также сделаем его через мобильное приложение. Если товар закончился, то он помечается вот таким образом, его нет в наличии. Если товар скоро закончится, то здесь отображается, сколько осталось товара. Вот наш товар, кстати. Он у нас в разделе Кеды, который мы только что добавили. Здесь также отображается информация о компании. Можно посмотреть адрес компании, где доступен самовывоз. Также какие есть варианты, при каком заказе у нас доставка будет бесплатной. Давайте сделаем наш первый заказ. Выбираем товар. Выбираем вариант товара. Ну, например, 42 размер. Добавляем его в корзину. Можно в корзину перейти отсюда, можно перейти отсюда в корзину. Можно увеличить количество. Либо, если клиент передумал приобретать товар, то он может указать цифру 0, и, соответственно, товар удалится из корзины. Давайте же завершим этот заказ до конца. В данном случае, так как у меня стоимость заказа меньше, чем на 5 тысяч, у меня будет платная доставка. Здесь сразу указывается, что доставка будет от 0 до 350 рублей. И здесь система говорит, закажите еще на 4 тысячи для бесплатной доставки. Ну, посмотрим, как у нас будет все оформляться с платной доставкой. Если выбирается самовывоз, то указывается, выбирается филиал, с которого клиент будет забирать самовывоз. Если же указывается доставка, то клиент выбирает вариант доставки, то есть какой стоимости он будет, например, будет по РФ, будет заказ доставлен с ДЭКом, и указывается адрес. Адрес заказа. Какая-то улица, дом и так далее. Сжимаем кнопку продолжить. Здесь указываются все способы оплаты. Помните, я вам показывал произвольные способы оплаты, они здесь же также отображаются. И если клиент выберет один из произвольных способов оплаты, либо выберет, например, способ оплаты онлайн, здесь он не настроен, но если бы вы настроили, если настроить интеграцию с Cloud Payments, то, соответственно, клиент может выбрать способ оплаты онлайн и оплатить сразу же карты. Выберем способ оплаты при получении. Можем здесь оставить комментарий. И здесь видите подпись. Также мы говорили о подсказке, вот здесь она есть. То есть напишем, что к 12 и там напишем, что 10 сентября. Хорошо. Адрес доставки здесь указывается. Ну, я ввел просто адрес. И здесь же можно списать бонусы. Выбираем галочку списать бонусы и можем редактировать данные значения. Например, списываем не все бонусы, которые у нас есть, а только 400 бонусов. Нажимаем кнопку «Заказать». Все. После этого заказ сформирован и он отправился в бизнес для его выполнения. Клиент свои заказы всегда может посмотреть в разделе «Мои заказы». Теперь посмотрим с точки зрения бизнеса, что у нас произошло. В UDS-админ у нас появился новый заказ. Вот он у нас. И оповещение об этом заказе в том числе и появляется. То есть этот заказ также и появляется в мобильном приложении администратора. Мобильное приложение администратора выглядит вот таким образом. То есть это такая черная иконка. Называется оно UDS-админ. Можем его открыть. И здесь также есть раздел «Заказы». Вот наш заказ также здесь появился. И мы его можем обработать и с мобильного приложения, и также можем обработать его с полноценной консоли UDS-админ в компьютере. Давайте рассмотрим компьютерную версию. Открываем наш заказ. И здесь есть вся информация по нему. То есть здесь есть товар. Заказ можно распечатать. Заказ можно редактировать. То есть, например, если вдруг у нас этот товар закончился, либо же мы клиенту хотим что-то добродать больше, то мы можем позвонить клиенту по указанному номеру. Здесь в разделе «Поучатель» отображается имя клиента и его номер телефона. Ему можно позвонить и, соответственно, сообщить о том, что данного товара нет, либо же произвести апселл, так называемый, и при редактировании заказа добавить товары, либо, наоборот, убрать лишние товары. Здесь мы видим, каким способом клиент хочет себе получить товар. У нас там по РФ с ДЭКом. Здесь отображается какой тип оплаты, то есть оплата при получении. В данном случае, если же клиент оплатил онлайн, то здесь написано «Заказ оплачен» или «Оплачен». И здесь написано, сколько клиент списывает бонусов, какая изначальная сумма счета заказа и сколько в итоге клиент должен заплатить деньгами за этот заказ. Комментарии к заказу. И, соответственно, здесь можно со стороны администратора добавлять какие-то заметки, чтобы для себя, либо другие участники, другие сотрудники также видели, в каком состоянии находится заказ. То есть он может готовиться, может быть он в обработке. Эти статусы, они отображаются исключительно для сотрудников, для администрации компании. После того, когда заказ выполнен, необходимо нажать кнопку «Выдать заказ», и после этого операция совершится. То есть у клиента спишутся бонусы и начислиться кэшбэк на следующую покупку. Кстати, при формировании заказа у клиента бонусы, они, можно сказать, халдируются, то есть они бронируются, то есть клиент не может их сразу опять снова ими воспользоваться. Это сделано для безопасности бизнеса, для того, чтобы не смог клиент второй раз использовать те же самые бонусы. Нажимаем кнопку «Выдать заказ», и все. Это означает, что клиенту мы доставили заказ, он за него оплатил, и после этого мы можем его закрыть. Все выданные заказы у нас отображаются в разделе «Завершенные». Все удаленные заказы у нас отображаются в разделе «Отмененные». Давайте же посмотрим, как это делается с помощью мобильного приложения. То есть запустим наш эмулятор мобильного телефона. Кстати, здесь приходит пуш-увдомление о заказе для приложения UDS Admin. Открываем приложение клиента, то есть делаем заказ уже как клиент с мобильного приложения. Вот наша компания в списке, это у нас мобильное приложение клиента. Находим нашу компанию и, соответственно, делаем такой же заказ, но уже с помощью мобильного приложения. Давайте сделаем другой немного заказ. Давайте его сделаем стоимостью больше, чем 5000 рублей, для того, чтобы у нас была доставка бесплатная. Посмотрим другой вариант. Все то же самое. Здесь также выбирается товар. Переходим в корзину. Нажимаем кнопку «Оформить заказ». И, допустим, выберем другой тип. Например, «Забрать самому». Здесь указывается имя филиала, адрес филиала. Можно оставить комментарий. И также выбирается способ оплаты. Наличными при получении. В данном случае у нас будет. И также можно списать бонусы. Все. Все довольно просто. Давайте же рассмотрим следующий вопрос. Того, каким же образом в дальнейшем заказы фиксировать в учетной системе. То есть в нашей кассе. Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант. Если сделана полная интеграция кассы с заказами UDS. То есть в этом случае заказы падают сразу же в кассу. То есть падают и в консоль администратора. И сразу же падают в том числе и в учетную систему. Если там заказ закрывается, то он автоматически также закрывается и здесь в UDS. То есть управление заказами производится через учетную систему. Для того, чтобы так было, нужно сделать интеграцию. Не со всеми учетными системами получается это сделать. В принципе, у UDS открытая API, открытая документация по интеграции. И можно своему специалисту дать задание, чтобы он настроил именно такую интеграцию. Например, с 1С это точно делается довольно несложно. Довольно быстро и несложно, чтобы заказы сразу падали в 1С и обрабатывались. Если же... Ну, в том числе можно работать и без полной такой интеграции. Если же у UDS нет интеграции с вашей учетной системой, то заказы можно обрабатывать следующим образом. Вот такой можно построить процесс. Клиент делает заказ. Как мы только что делали, заказ приходит в UDS Admin в пункт заказа. Вводим заказ в кассу, в учетную систему. То есть заказ вводим, например, в учетную систему EvoTor. Вводим позиции, такие же, которые у нас в заказе. И также вводим скидку, то есть заводим валюту UDS бонусы. То есть клиент в заказе может списывать бонусы. Заводим в кассу валюту бонусы. И в дальнейшем в кассе указываем, ну, например, клиент в заказе списал 300 бонусов. Мы открываем учетную систему 1С или EvoTor. И вводим там то, что была применена скидка 300 рублей. Или 300 бонусов. И в дальнейшем печатаем чек. После этого мы переходим в раздел заказы, в UDS админ и закрываем этот заказ. То есть у нас заказ прошел в учетной системе, распечатался чек. И в том числе мы должны закрыть заказ в UDS админ. Для того, чтобы нам клиент там получил, списались у него бонусы и получил кэшбэк. И оценил качество обслуживания. И закрываем его. И, соответственно, от этого работа считается выполненной. Второй же вариант, если же, третий уже, можно сказать, вариант. Третий вариант, это когда сделана частичная интеграция UDS с учетной системой. Ну, то есть, когда сделана интеграция UDS с учетной системой в плане проведения стандартных оплат. Стандартные оплаты, это когда клиент сам приходит в заведение, показывает там код клиента, код клиента свой. Сейчас мы его посмотрим. Вот, показывает свой код клиента. И, соответственно, проводится оплата непосредственно в самом бизнесе, в самой компании, в самой точке. Если такая интеграция с UDS сделана, то мы работаем с заказами по следующему правилу, по следующему алгоритму, который показан здесь. Первое. Клиент делает заказ. Из приложения все тут то же самое. Второе. Заказ приходит в UDS-админ. Третье. Вводим заказ в учетную систему, в кассу. Четвертое. Генерируем код клиента из UDS-админ. То есть, мы заходим обратно в UDS-админ и нажимаем кнопку «Сгенерировать код». И у нас появляется вот такой код. Это код для закрытия заказа в учетной системе. Так как с UDS сделана интеграция для проведения стандартных оплат, то в учетной системе есть кнопка «Введите код клиента». И мы в заказе генерируем этот код, вводим его в учетную систему. Там отображается информация о клиенте, как его зовут и сколько у него есть бонусов. И вводим в дальнейшем количество бонусов, которые у нас необходимо списать. После этого в учетной системе проводим оплату. Печатается чек. И в UDS-админ заказ закроется автоматически. То есть, система учетной системы сообщит UDS о том, что заказ закрывается. В принципе, у нас на этом все. Мы разобрались, как работать с заказами. Спасибо!